Волнение и даже слезы напряжения среди вчерашних школьников чувствуются еще до начала единого национального тестирования. В Южно-Казахстанской области ЕНТ стартовало 2 июня. Ровно 8 часов утра в пункты тестирования начинают запускать первых выпускников. На входе экзаменуемых тщательно досматривают. Каждый школьник должен пройти проверку металлодетектором. У некоторых выявили запрещенные предметы – шпаргалки, часы, мобильные телефоны и другие электронные устройства. Полицейские и сотрудники департамента КНБ следят за порядком. На улице дежурит бригада врачей на случай экстренной медицинской помощи. Пронести в аудиторию запрещенные предметы, мобильные устройства и шпаргалки практически невозможно. У входа в здание каждый тестируемый должен пройти проверку металлодетектором. Для прозрачности весь процесс ЕНТ транслируется на мониторах, установленных на улицах возле школы. С этого года результаты единого национального тестирования в Казахстане стали секретными. Фамилии выпускников заменили цифрами. Согласно изменениям в тестировании 2015, свои результаты абитуриенты смогли узнать на сайте национального центра тестирования testcenter.kz по номеру своего ИИН. Несогласные с итогами могли подать на апелляцию до 14 часов следующего дня. Всего за шесть дней тестирования было оформлено 82 заявки и только 19 удовлетворили. Последние четыре года результаты национального тестирования в нашей области наблюдаются повышения, то есть на 11,8 баллов. На первом месте Кентау 99,1, Сузакский район 86, город Туркестан 85 баллов. И последние места, как вы наблюдаете в таблице, Сайрамский район 67,1, Сарагашский район 70. Заветные 125 баллов в нашей области получила школьница из Тюлькубасского района Лаура Абдазимова. Девушка сдавала ЕНТ в третьем потоке. За набранный балл выпускница специализированная школа-интернат для одаренных детей с обучением на трех языках вошла в пятерку школьников по всему Казахстану, набравших максимальное количество баллов на ЕНТ. «Я хочу поступить в Алмату на общую медицину, буду кардиологом. Очень хочу лечить и помогать людям. Я не ожидала, что получу 125 баллов на ЕНТ. Я очень рада». Не обошлось и без скандалов. Уже во второй день тестирования в социальных сетях появились фото якобы нынешних тестовых заданий. К примеру, в одной из групп были опубликованы фото тестов, по всей видимости, сделанных экзаменуемыми во время ЕНТ 2015. Выпускники поясняют, что таким образом пытаются помочь тем, кто будет сдавать экзамен в последующие дни. Однако в Национальном центре тестирования пояснили, что волноваться не стоит. Варианты тестов меняются ежедневно. «124 баллов набрали 5 учеников, 123 балла – 22 ученика. Семь учеников за нарушение правил ЕНТ были удалены с аудитории». Самым запоминающимся стал случай с молодым человеком, который стал девушкой для того, чтобы сдать ЕНТ 2015. В социальных сетях распространили фотографию студента Казахстанско-британского технического университета Аяна Жардемова, который переоделся, чтобы якобы помочь своей возлюбленной сдать ЕНТ. Позже выяснилось, что 20-летний парень даже не был знаком с девушкой, за которую сдавал ЕНТ. Его попросил знакомый сдать экзамен за подругу еще одного знакомого. За семь дней в виденном национальном тестировании в Казахстане пороговый уровень набрали почти 17 тысяч человек. Это 93,5% от общего числа сдающих. Из 1084 претендентов на Алтенбельги отличные знания подтвердили лишь 604 человека. Более 100 баллов набрали 3398 учеников, а провалили экзамен 1181 ученик. Это 6,5%.